13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы принял решение о том, чтобы заблокировать телеграмм на территории Российской Федерации. Это решение вызвало многочисленные споры, мнения сторон разделились. Одни считают, что это буквально отодвигает Россию на обочину цивилизации и ставит крест на каких-то свободах. А другая сторона утверждает, что это шаг в безопасности и один из необходимых шагов в сторону установления неких правил в интернете. Конечно, это один из поводов поговорить о том, что важнее свобода или безопасность. Таких поводов будет еще много. Давайте еще раз про позиции сторон. На одной стороне слова Дурова про то, что он выступает за неприкосновенность частной жизни и поэтому не собирается передавать ключи государству. Фактически он говорит о том, что не собирается выполнять закон. А на другой чаше весов речь идет о безопасности. В частности, ФСБ заявило о том, что террористы использовали телеграм-каналы для общения при подготовке к терактам в Санкт-Петербурге. Также известно, что террористы активно используют эти каналы в Индонезии, в Иране, в общем, во многих государствах. И поэтому, если у государства не будет возможности расшифровать их общение, то это может привести к различным негативным последствиям. Если говорить конкретно о телеграме и об этой ситуации, то, конечно, можно задать простой вопрос. А почему, собственно говоря, нельзя передать ключи государству, помимо технической составляющей, чисто моральной точки зрения? Ведь в конце концов, если человек ничего аморального и противозаконного в своем чате секретном не пишет, то какая ему разница, что кто-то будет это читать? Это позволит, возможно, предотвратить, например, теракт, где погибнут сотни людей. То есть, в общем, не очень понятна аргументация людей, хотя, конечно, они ссылаются. Они ссылаются на 23-ю статью Конституции, которая гарантирует право неприкосновенности частной жизни, переписки, телефонных разговоров и так далее и тому подобное. Ну, тут можно сказать, во-первых, что когда человек, например, в кафе сидит и громко разговаривает, он кому-то мешает. И, естественно, право частной жизни и вообще свободного поведения, оно ограничивается правом на такую же неприкосновенную частную жизнь других людей. И это столкновение интересов человека и общества, оно есть всегда. И когда, например, человека сажают в тюрьму, то юристы говорят о том, что государство не нарушает его право на частную жизнь. Оно говорит, что государство выполняет свою функцию по защите интересов общества. И вопрос, на самом деле, проходит, где проходят границы между интересами одного человека и интересами общества. К тому же, если говорить вот про переживания этих людей, которые так переживают за неприкосновенность переписки в Телеграме, то, пожалуй, им стоит начать немножко с более простых вещей, например, с контекстной рекламы. Каждый замечал, что стоит посмотреть какую-то новость, даже иногда в приватной вкладке в браузере или написать в письме или в сообщении какую-то информацию, например, о поездке в какую-то страну или еще какую-то достаточно личную информацию, как неожиданным образом практически на всех сайтах контекстная реклама становится очень, как говорят, таргетированной. И вдруг вас начинают уведомлять о том, что есть горящие туры в эту страну и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, конечно, никакой приватной переписки в реальности ее не существует, потому что, на самом деле, все это читается, отслеживается, анализируется. То есть, речь идет о том, что мы создаем некие инструменты раньше, чем государство и общество успевает придумать правила их использования, создавать правила игры. Сначала появились автомобили, потом правила дорожного движения. Или там сначала люди начали ездить на лошадях, а потом уже договорились, как это делать так, чтобы обезопасить друг друга от каких-то проблем. Вот здесь мы наблюдаем ту же ситуацию, и рано или поздно эти правила в интернете будут установлены. Вопрос, какими будут эти правила, как они будут реализовываться, кто будет за ними следить, это отдельный вопрос. Но то, что они будут, это кажется неизбежным. На самом деле, конечно, Телеграм – это в основном повод для людей поговорить о проблеме соотношения свободы и безопасности. Потому что, во-первых, этот мессенджер не единственный. Есть вайбер, ватсап, и люди свободами пользуются. Люди гораздо больше почему-то доверяют Дурову, Цукербергу или, в общем, тем людям, которые создают соцсети, мессенджеры и другие средства общения, чем государство. Потому что понятно, что фактически они говорят, нет, пусть ключ к успеху, ключ к шифрованию, неважно, в общем, ключ к нашей переписке, он находится в руках у этих людей, которых они даже не могут выбрать. Ведь мы не участвуем в выборе основателя Facebook, ВКонтакте или какого-то другого мессенджера. А в выборах президента или депутатов в государстве мы участвуем. Итак, общий вопрос здесь такой. Что важнее, свобода или безопасность? Причем свобода, идет речь о свободе одного человека, а безопасность, идет речь о безопасности общества. Вот общий вопрос, на который мы пытаемся ответить, и вокруг которого развернулись такие дискуссии. Если говорить про общество, про монополию вообще, то государство, общество обладает монополией на применение силы. И известно, что как только один из тестов властей, что как только государство теряет эту монополию, то через некоторое время оно неизбежно прекращает свое существование. Ни у одной структуры в рамках государства не может быть больше прав на применение силы, чем у самого государства. Информация — это тоже оружие. Это мы сейчас хорошо видим. Информационная война, которая ведется против России, например. Информационная война, которая ведется против отдельных лиц. Можно вспомнить пример, например, Строскана, которого обвинили в сексуальном домогательствах. То, что информация — это оружие, легко понять на таком примере. Представьте, что кто-то позвонил на ЖД вокзал или в аэропорт и сообщил о том, что он заминирован. Но понятно, что эта ситуация может привести к катастрофическим последствиям. Представьте, что, например, из-за этого кто-то не полетел, какой-нибудь врач не полетел в другой город и не успел провести операцию пациенту. Поэтому, поскольку информация — это тоже оружие, то монополия на ее применение, на контроль за ней, естественно, должна быть не у какой-то частной структуры. То есть не может быть такого, что государство имеет меньше возможностей доступа к переписке, чем, скажем, Телеграм или любая другая частная структура. А эта монополия должна быть у государства. Ну, представьте себе, что ядерной бомбой обладает какая-нибудь фирма. Ну, то есть она не важно какая — Facebook, ВКонтакте, Яндекс, Газпром. Не важно, любая структура, но не государственная. Можно себе представить ситуацию, в которой общество чувствовало бы себя спокойно? По-моему, нет. И то же самое касается информации. А ведь требование государства, оно очень простое, что и Телеграм, и Google, и Яндекс, и любая вообще компания, которая работает на территории России, должно соблюдать законодательство. Можно быть недовольным этим законодательством, требовать его изменить. Но если оно действующее, то его нужно соблюдать. Вот, мне кажется, о чем идет речь, и почему так принципиально Роскомнадзор занимается тем, что блокирует Телеграм после неоднократных предупреждений. Вот такая тема «Свобода, частная жизнь и современные средства, безопасность частной жизни». Именно даже, может быть, не тело, а именно твоей информационной, интеллектуальной, духовной частной жизни. Вообще, мне кажется, иногда, что нужно в скором времени, нужно будет забыть про вот эту вот самую частную жизнь. Во всяком случае, в таком виде, в каком она была возможна раньше, этого уже не будет. Ну, давайте такую представим возможность, что везде на улице устроены веб-камеры. Это же удобно, это же здорово, потому что преступность упадет, да? Только всегда можно будет определить, куда, кому-то, сейчас не будем говорить, кто это сделать, куда выходили, когда выходили. Там, я знаю такую ситуацию, где люди судились, компания обанкротилась и не хочет отдавать долги. А из Фейсбука достали фото, как они вот в это время отдыхали на Мальдивах, владельцы компаний. И это повлияло на судебное решение. Они же сами это все выставили. Потом этот человек же будет возмущаться, что ему что-то там они вычислили. Но мало того, даже те, кто там ничего не выставляет, со временем будут подозрительны. Ну, как, знаете, пробел в биографии. А что вы делали там, когда вам было с 20 до 30 лет? Что-то у вас пусто в биографии, вы ничего не говорите об этом, это же подозрительно. Может, вы сидели в тюрьме, может быть, вы там, да мало ли что. Все люди, как люди в Фейсбуке, все рассказывают, а вы ничего не говорите. Подозрительно. Так будет. То есть мы вернемся к тем временам, когда вот это время скоротечно в сравнении со всей историей человечества, человека, который сейчас вот только что, сейчас заканчивается, когда вот этот индивидуализм, прайваси, вернемся все в племя. В племени все друг от других все знали. Свои плюсы были, свои минусы, но так было. Прайваси временная штука, вот она сейчас исчезает. Но возьмем другую ситуацию. Человек пишет своим друзьям. Я там, женщина говорит, я собираюсь выходить замуж. Просто ищу подвенечное платье. То есть уже можно вычтить, что через какое-то время стоит ей рекламировать что-нибудь про детей, правильно? Для новорожденных какой-нибудь товар. Реклама. И будет рекламировать. Но на самом деле можно сказать, да, я не смотрю эту рекламу, которая сбоку, по бокам экрана. Вот для меня главное. А знаете ли вы что? Мы все знаем, точнее, вы тоже знаете, что как раз то, что идет боковым зрением, оно наиболее убедительно. Ту же рекламу, если бы они прямо на экране, так вы бы легко могли отбросить. А когда вы чем-то увлечены, вот тут-то и открыты фланги ваши, да, и вам могут донести. И потом вы сами удивитесь, что... Да не удивитесь, не заметите, что вы выбрали печенье вот именно такое-то. Почему? Да потому что. Потому что вовремя оно было. Так что забыть нужно про вот эту вот индивидуальность. Ну или в самом счете готовиться. Так что ограничение свободы слова естественное и есть. И вот эти люди, которые говорят, ах, там где-то я информацию пропустил. Ну, должны тоже помнить, что с детства вы выставляете информацию о себе. Фактически вы пишете очень откровенный, откровенный для человека, понимающего психологию, откровенный дневник о себе. Фотографии. Ваши друзья. Ну, предельный случай, это понятно, что если вы один раз выложили фотографию с человеком, который потом стал бандитом, например, то вряд ли у вас получится стать политиком. Ну, это такой крайний случай, но все-таки ясно. Так вот, вы вычисляемые. И скоро не надо будет интервью при приеме на работе. И сейчас уже так происходит. Просто заглядывают в Фейсбук и говорят, нет, этот человек нам не подходит. И психолог, именно инженер человеческой души, он поймет, что это за конструкция по внешнему, внешнему для вас, кажется, внешнему, он поймет, какая конструкция внутри человека. Не полностью, но та, которая нужна при приеме на работу, та часть души, она будет определена. Да, те, кто говорит, что жизнь развивается по спирали, во многом право, такой образ хороший, потому что многое как бы возвращается. Ну, и пророкам быть не хочется, но вариант развития такой есть, что мы придем опять к деревенскому типу, когда все друг про друга все знают с детства. Конечно, если ты с детства в соцсети все о себе пишешь, и все твои друзья все знают о тебе, и так это хранится будет вещь. Значит, что? Из этой деревни переехал в другую, или из этого города в другой город, все, ты потерялся, ты заново можешь жизнь начать, новые друзья, все. Сейчас нет. Ну, вот я, например, со своими одноклассниками потерялся. Почему? Ну, потому что не было сети в тот момент, когда я уехал там из своего родного города и закончил школу. А теперь все хранят это все. Накапливается. Так что поздравляю с возвратом в племенное общество. Но есть и положительное во всем этом, да, в возвращении к племенному сожитию племени. И посмотрите, что раньше было, давайте, что осталось от человека. Ну, максимум, скажем, обычного человека берем. Ну, вот камень и на нем что-нибудь написано. Написано даты жизни. А все остальное терялось. Фото не было. И письменности не было. Все. Там что-то нацарапали на камне. Ну, или не владели большинство. Передовые люди остались в веках. Передовые люди, я имею в виду, Аристотель, Платон. Ну, они написали такие труды, что мы частично их моделируем в нашей жизни. Когда мы цитируем какого-нибудь философа или поэта, ведь мы фактически его моделируем. Вот он это сказал, я это произнесу. Так же? Ну, я уж не говорю тех, кто фильмы создал, другие какие-то произведения. Но передовые указывают путь часто, куда мы все придем, простые люди. А какое-то? Какое-то место? Да, у нас все будет, если известно. Ведь нас же можно смоделировать. Ведь это здорово. Представьте, там через несколько поколений сядет какой-нибудь ваш правнук, скажет, хочу я сегодня чай попить с моим прадедушкой. Моделирует вас, пожалуйста, задает какие-то вопросы. Из того, что вы говорили всю свою жизнь, можно набрать умный ответ на этот вопрос. А если это все зафиксировано, то вот не бессмертие или это? Так что движение к бессмертию... Другое дело, что плата может не понравиться, что тебе все известно, но зато вот какой-то элемент бессмертия будет, да, модель твоя. Так что надо к этому готовиться просто, понимать, что это вот такие изменения неизбежны. Как неизбежны большие изменения произошли, когда изобретение электричества, двигатели внутреннего сгорания, такие положительные примеры. Ну, а в вооружении атомная бомба, с которой ядерное оружие, с которыми мы до сих пор не понимаем, как найти баланс, как сделать так, такие правила взаимодействия, чтобы мы периодически не вставали на грань войны, уничтожающей все. Ну, отстаем, но надеемся, что ненамного отстает вот социальная часть, вот техническое развитие. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok